Здравствуйте, ребята! Я приветствую вас в Доме знаний. Меня зовут Нариса Забайруевна. Тема нашего сегодняшнего вебинара – «Тихая моя Родина. Стихотворение русских поэтов XX века о родине, о родной природе». Для чего существуют стихи о природе? Зачем огромное количество поэтов и писателей посвящают природе свои произведения? Это происходит потому, что природа неразрывно связана с нашей жизнью, и в литературе писатели сопровождают различные состояния души людей природными явлениями. Сегодня речь пойдет о поэзии, о произведениях, в которых отражена природа родного края. «Стихотворение о родной природе» Валерия Брюсова, вот его портрет, Федора Сологуба, Сергея Есенина, Николая Рубцова. Мы с вами сегодня познакомимся со стихотворениями о родной природе поэтов XX века, картинами русских живописцев о природе. Проанализируем произведения русских поэтов XX века, повторим понятия из теории литературы, художественные выразительные средства, проследим взаимосвязь разных видов искусства, литературы и живописи. Давайте обратимся к творчеству Николая Рубцова. Николай Михайлович Рубцов – это русский лирический поэт. Николай Михайлович Рубцов родился в 1936 году в поселке Емецк, к северу от Архангельска. К началу войны его семья переезжает в Вологду. Мать умерла рано, отец ушел на фронт. С 1942 года начинается Дедомовское сиротское детство в отдаленном селе Никольское. Оно всегда останется его малой родиной. Сюда он будет часто возвращаться из своих скитаний. Будучи сиротой, он мечтал о семье, теплоте, родных сердец. А еще Николай всегда мечтал о море. Именно на флоте и началась его литературная жизнь. Он был стойким и мужественным, но мог опустить руки из-за неудачи. Выросши сиротою, он знал одну единственную мать – Россию. И ей посвятил свои лучшие песни, лучшие минуты вдохновения. Кожанов, исследователь творчества Рубцова, писал, «Первая строка стихотворения всегда очень важна, задавая всю мелодию произведения». Давайте и мы послушаем стихотворение Николая Рубцова «Тихая моя родина» в исполнении актера Юрия Каюрова. Так, сейчас мы найдем. «Тихая моя родина» «Ивы, века, целоми» «Мать моя здесь похоронена в детские годы мои» «Где же погост? Вы не видели?» «Сам я найти не могу». Тихо ответили жители «Это на том берегу». Тихо ответили жители «Тихо проехал Апус». Купол церковной обители яркой травой порос. Там, где трава и болотина, с детства купаться любил. Тихая моя родина, я ничего не забыл. А что можно узнать из этого стихотворения о жизни самого автора? «Умерла мать», учился в школе, любил ловить рыбу, близок с природой, покинул дом. Кстати, это биографические сведения. Из этих воспоминаний складывается чувство родины. Да, в стихотворении Рубцова делает акцент, Рубцов, вернее, делает акцент на своем таком восприятии родины. Тихая. Тихая значит негромкая, неторопливая, неприметная, кроткая, смиренная. Этот эпитет драгоценен для поэта. Он обычно избегал разных таких пышных фраз. В нем заключено многое. И черты русского национального характера – это степенность, размеренность труда, особенности образа жизни. Всему свое время. Всему свое время соответствует, конечно, с временами года. Есть в этом определении тихо еще один смысловой оттенок. Это любовь к родному уголку, к родному краю. Такое глубинное чувство, что проявляется оно тихо, молитвенно тихо. А сейчас хотелось бы поговорить о Сергее Александровиче Есенине. Он родился, вы знаете, в селе Константиново в Рязанской губернии, представитель новокрестьянской поэзии и лирики, а в более уже позднем периоде творчества и иммаженизма. Лучшая часть есенинского творчества связана с деревней. Родиной Сергея Есенина было село Константиново Рязанской губернии, как я уже говорила. Середина – это сердце России, дало миру прекрасного поэта. Вечно меняющаяся природа, колоритные местные говоры тех крестьян, давние традиции, песни и сказки из колыбели вошли в сознание будущего поэта. Есенин сам утверждал, «Моя лирика жива одной большой любовью, любовью к родине. Чувство родины – это основное в моем творчестве. Именно Есенин удалось создать в русской лирике образ деревни конца XIX – начала XX века. Бережно с любовью поэт относится к своей малой родине». В стихотворениях в хате перечисляются родные предметы крестьянского быта, причем не так, как они видятся со стороны, а изнутри, глазами крестьянина. Вьется сажена за слонкой, в печке нитки в апеллиц, а на лавке за солонкою – шелуха сырых яиц. Лирический герой Есенин теперь отождествляет себя с родиной стихотворений за темной прядью перелесиц. И ты, как я, в печальной требе, забыв, кто друг тебе и враг, о розовом тоскуешь небе и голубиных облаках. Для Есенина родина стала храмом души, ради нее он готов отказаться даже от небесного рая. «Гой ты, Русь, моя родная, хаты в ризах образа, если крикнет рать святая, кинь ты, Русь, живи в раю, я скажу, не надо рая, дайте родину мою». А теперь прослушаем стихотворение Сергея Есенина «Топи до болота». Топи до болота, синий плат небес, хвойной позолотой взвенивает лес. Тенькает синица меж лесных кудрей, темным елем снится гомон косарей. По лугу со скрипом тянется обоз, суховатой липой пахнет от колес. Слухают ракиты посвист ветряной. Край ты мой забытый, край ты мой родной. Основная тема этого стихотворения – это описание забытого родного края. Есенин использует такие диалектизмы, как «слухают», «тенькает», чтобы произведение стало еще более живым и проникновенным. Есенин подчеркивает нерасторжимую связь крестьянской жизни с природой. Он любуется поэтичными картинами сельских пейзажей. В стихотворении, конечно же, можно встретить эпитеты, олицетворения, метафоры. Давайте найдем эпитеты, такие как «синий плат», «лесные кудри», «темные ели», «суховатая липа», «ветряной посвист», «родной край», «забытый край». Метафоры встречаются такие, как «хвойное позолотое взвенивает лес» или «плат небес» и, конечно же, олицетворения. «Елем снится», «ракиты слухают». Арсений Никифорович Семенов – это русский советский художник, живописец и педагог отмечает, что ранние стихи Есенина насыщены звуками, запахами и красками. А теперь давайте познакомимся с Валерием Брюсовым. Валерий Яковлевич Брюсов. Он русский поэт, прозаик, драматург, переводчик, литературовед, литературный критик и историк. Валерий Яковлевич Брюсов в начале XX века стал вождем русского символизма. Он был поэтом, прозаиком, литературным критиком, ученым, энциклопедически образованным человеком, помог многим найти поэтам, войти в литературу. В начале своего творчества Брюсов издавал сборники стихов «Русские символисты». В сборниках шедевры – «Я», «Третья стража», «Городу и миру» он восхищался поэзией французских символистов. Брюсов интересовался культурами других народов, историей, античностью. Он мог создавать самые различные образы, силой воображения перемещаться во времени и пространстве, путешествовать по странам и эпохам. Критики иностранца удивлялись, что русский поэт так точно пишет об их странах и героях. Большую славу поэту принес его пятый сборник поэзии «Венок». Прослушаем стихотворение Валерия Брюсова «Первый снег». Валерий Брюсов «Первый снег» читает Павел Беседин. Серебро, огни и блестки, целый мир из серебра. В жемчугах горят березки, черно-голубые вечера. Это область чьей-то грезы, это призраки и сны, все предметы старой прозы. Волшебство мазарины, экипажи, пешеходы, на лазуре белый дым. Жизнь людей и жизнь природы, полны новым и святым, воплощение мечтаний, жизни с грезой и игра. Этот мир очарований, этот мир из серебра. Каким же чувством, ребята, проникнуто это стихотворение? Конечно же, чувством восхищения. Каждое поэтическое слово стихотворения передает и предстает перед нами как волшебство, и нам хочется снова и снова проникать в его тайну. Специалисты по истории русской литературы 19-20 веков считают, что намек, символ чего-то более значительного Брюссов умел подметить в самом обыденном мире. Можете ли вы согласиться с тем, что первый снег стихотворения Брюссова является таким намеком, символом чего-то более значительного? А вот ответ можно найти в строках самого автора. Жизнь людей и жизнь природы полны новым и святым. Вот они, эти слова. Жизнь людей и жизнь природы полны новым и святым. Перейдем уже к творчеству Федора Цологуба. Итак, Федор Цологуб – настоящая фамилия Тетерников. Он является одним из виднейших представителей символизма и охватившего, конечно, всю Европу в то время. Творческая деятельность Федора Цологуба охватывает большой, насыщенный событиями период общественной и литературной жизни России. Он опубликовал свое первое стихотворение в 1884 году и продолжил писать вплоть до 1927 года. Его литературное наследие очень велико по своему объему и чрезвычайно разнообразно по жанрам. Цологуб выступал как поэт и прозаик, драматург и теоретик символизма, публицист и переводчик. Лирику Цологуба высоко ценили выдающиеся поэты начала XX века, такие как Александр Блок, Валерий Брюсов, Иннокентий Анинский. Эстетические принципы Цологуба – это предельная простота и точность. Естественно, определили его поэтику. Прежде всего, это эпитет. Цологуб очень скупо пользуется эпитетами. Число их крайне ограничено. Эпитет «наиточнейший», – писал Цологуб в одной из своих заметок, поэтому наклонность повторять эпитеты. Ибо мир для субъекта необходимо однообразен. Пафос лирики Цологуба – это обличение зла жизни, ее неприятия. Это своего рода обвинение уродливой социальной действительности, которое извращает все человеческое, разобесчисляет человека и загоняет его в тупик безысходного одиночества. Обратимся к стихотворению Федора Цологуба. Забелелся туман за рекой. Этот берег совсем невысок, и деревья стоят над водой, и теперь я совсем одинок. Я в кустах поищу хворости, и в костер их на берег сношу, и под ними огонь воскрешу. Посижу, помечтаю один, и потом по течению реки потихоньку пойду босиком, а завежу вдали огоньки. Буду знать я, что близок мой дом. Каким настроением проникнуто это стихотворение? Вы, наверное, согласитесь, настроением грусти и одиночества. О чем же думает, что чувствуют лирические герои? Об одиночестве и успокоении, которое дарит природа. Лес, костер, речка, ведущая к дому. Почувствовать красоту природы помогают нам не только поэты, но и великие художники и композиторы. Я предлагаю вам сейчас на слайдах посмотреть репродукции картин Левитана о весне. Подумайте, как природа показывается на картинах, если и общее со стихотворениями, изученными на сегодняшнем уроке. Левитана умеет видеть и радоваться сияющему великолепию этих красок, стремительному ручейку, провивающему дорогу в снежных сугробах, мартовскому солнцу, возвещающему приход весны. Его картины о весне принадлежат к числу самых светлых и жизнеузверждающих образов природы в русской живописи. Он умеет увидеть прекрасное в том, к чему мы обычно остаемся равнодушны. Его творения помогают нам лучше понять родную природу, увидеть ее прелести. Давайте подведем итоги нашего вебинара. И художники, и композиторы, и поэты всегда стремились в своем творчестве показать красоту родной природы, передать глубокое чувство любви к родине. Наша природа скромна и проста, но в то же время величественна. Замечательный писатель 20 века Михаил Пришвин говорил, «Многие любуются природой, но немногие ее принимают к сердцу. Я желаю вам уметь видеть красоту природы, чтобы раскрыть прекрасные стороны своей души. Но помните, что любить природу значит не только наслаждаться ею, но и бережно относиться к ней». На этом, ребята, я закончу наш вебинар. Прощаюсь с вами. До свидания. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok